Всех приветствую на своем канале. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите прямо под видео, какие у вас изменения в личной жизни стали происходить. И также можете давать обратную связь, ну, если, конечно, вы заинтересованы, не испытываете никаких комплексов, не думаете о том, кто прочитает, пожалуйста, мне будет очень приятно. И так, в качестве оплаты за предсказание ставим лайки. Значит, говорим все по делу. Неделя у нас достаточно трудолюбивая, но здесь вот девушка тащит мула. Это не говорит ни о чем. Вот ни о чем, это карта на обороте, а просто в течение недели вы увидите вопросы, в которых вы будете проявлять несколько упрямость. И не то, что вы, а по отношению к вам. Какие-то вопросы, которые хотите рассмотреть, вы их не рассмотрите. Но в то же время говорит о том, что вы не будете перетруждаться. Неделя будет связана с трудом, но труд такой, что вы не будете все тащить на себе. Все будет в меру. Поэтому, как бы вас ни заставляли, вы знаете, сколько вы можете взять на себя и сколько нет. Карта понедельника. Так, карта понедельника, карта лилия. В понедельник будете общаться, вам будут звонить, будете слышать агрессивные разговоры, разные разговоры. Что могу вам сказать? В понедельник займитесь красотой, своей внешностью и своим обаянием. И постарайтесь просто не вовлекаться, как бы смотрите на вещи со стороны. Вот просто представляйте перед собой эту карту. Вы вот в лилии, и на вас пусть смотрит и восхищается, спокойно восхищается. А то, что у нас вот там вот на заднем плане, вы это не принимаете близко к сердцу. Опять же, помним, что есть и черное, и белое, и без этого никуда. Карта вторника. Еще в понедельник будете делать какие-то вещи, которые во вторник будете либо получать отчет, либо поймете, что вот ваша работа запущена. Вам будет доставлять удовольствие то, что вы наконец-таки решились, вы делаете. И такое, знаете, ощущение, что у нас как будто бы не последний цикл луны, да, там 25, 26, 27 лунный день. Эта неделя не пройдет легко. Она как бы должна быть тяжелая, но она не пойдет тяжело. Она, ну так вот, в среднем, в баланс будет. Карта среды. В среду вы будете общаться с состоятельным человеком. Причем он не будет показывать, что он состоятельный. Поэтому карта среды. Надевайте на себя маску, да и если вам нужно надевать эту маску. И полностью вы самодостаточный и достойный человек. Карта дня среды говорит о том, что хорошие переговоры по бизнесу, хорошие сделки будут. Среда вообще будет замечательная. И, знаете, на вас будут как бы смотреть и оценивать, оценивать любое ваше слово и действие. Карта четверга. Будет дом. В среду с кем будете общаться с той же стороны. Поймете, о ком это речь в четверг. В дом к вам захотят еще раз прийти. Захотят уже более ближе быть. Захотят быть в круге ваших близких. Но есть о чем подумать. Вот стоит вот этот пентакль. Дом. Как будто, чтобы войти в ваш дом, нужно что-то отдать. Нужно заплатить. Нужно себя проявить и показать своем. Если вы мужчина, женская сторона, чтобы женщина себя показала. Если вы женщина, чтобы мужчина себя показал. Какой он, что он, на что он способен. Вообще, если решится, вы поймете это в четверг. Будет, опять же, разговор. Что, чего это, как и как собирается делать. Очень интересная даже. Карта пятницы. Вот у нас пятница, пятница. Это надежда, звезды. Надежда на улучшение. Надежда на праздник. Вообще, такая, знаете, на этой неделе будет такая игра судьбы. Еще вам хочу сказать, что вот уже вот вижу конец августа, да. И плюс даже карты говорят о том, что вы будете коммуницировать, общаться с людьми, которые вам пригодятся и в следующий месяц, через месяц, через два месяца. Вот ближайшее будущее. То есть здесь некое есть поднятие статуса. Итак, карта пятница хороша, действительно хороша для свиданий, для искусства, чтобы вы куда-то пошли, посмотрели театральное представление. И вообще, в пятницу будьте артисткой, играйте, чтобы с карты понедельник по пятницу вы держали свою спинку, осанку и вот все в таком роде. Знаете, как вот, как игра идет, как игра. Итак, карта субботы, колесо и карта воскресенья. Вообще, это, конечно, колода у меня в предчувствии, такое предсказание ведьмы. Карты совы, знаете, сейчас скажу вам, в субботу, те, кто с вами общался в течение недели, суббота-воскресенье для вас будет вообще очень спокойное, для вас. А что будет твориться вокруг вас, за вашей спиной? Во-первых, я вижу, что очень много пересудов будет, это по сове, и карта споров. Так вот, пересуды, которые в вашу сторону, как считают ваши люди, с кем вы общались, и какой они вас видят сейчас, они очень ценят, какой вы человек. И языки, вот в прямом, вот как вот оракульная система, да, вот вы видите, от наслова тянет язык. И в прямом смысле она будет закрывать рот злонамерникам. Те, которые зло говорят, вот это вот перышко, это защита. Вот эти люди, которые раньше что-то думали, что-то говорили, они сейчас сами потихоньку встанут на вашу сторону. И всем этим злопыхателям, злонамерникам, враги, да, ну вот есть такие, будут закрывать рот. Вот, это факт, потому что видят, что вы крутитесь, как белка в колесе, что вы стараетесь, что вы все делаете. И еще вижу у многих из вас знакомство с двумя мужчинами. Один мужчина вот недавно, либо кто-то появился из прошлой жизни, либо вы раньше, вы видели его, и он вас, и он появился. И еще второй мужчина будет, он несколько приближен к вашему возрасту. Мужчина тоже легок на подъеме и очень схож на вас. Но это в течение недели, поэтому не буду говорить, что там дальше по отношениям, но вообще неделя достаточно интенсивная. Много будет работы. Работа будет такая, что вы все равно будете балансировать и не будете перерабатываться. И вот смотрите, вот так сделаю, да, карту Лилия, карта Звезды. И вот так вот. Вот эти три карты, они все замечательные, они присутствуют в раскладах. Но я не так сильно уделяю материальному аспекту, но все равно вот пусть будет вот так. Все самое лучшее идет к вам в дом, да, вот так вот. Итак, помним о том, что всю неделю вы будете общаться и будут появляться те люди, которые вам будут полезны в вашей судьбе и несут благо. Поэтому не отмахивайтесь ни на кого. Нету кого-то ужасного, который какой-то деструктивный. Кто о вас помнит плохо, никогда не появится. Поэтому те люди, которые сейчас появляются, особое внимание. Дальше. Обязательно занимайтесь на этой неделе своей внешностью, своей фигурой, своей осанкой. Ни в коем случае не переедайте, потому что, учитывая фазы луны, сейчас хоть переедите, прибавите еще 2-3-4 килограмма. И очень тяжело будет скидывать. Поэтому приятный парфюм, вкусный, ароматный, божественный, красиво наряжаться, красиво краситься, любить себя, заботиться о себе. Вот такой девиз этой недельки. И блистать, блистать. Особенно в среду, когда решается какой-то бизнес. Да и вообще всю неделю. Итак, неделя очень интересная будет. Любите себя. Ну и на бытовом уровне могу сказать одно. Неделя замечательная. Будьте и вы замечательны. Не грустите. Будьте уравновешены. Всех люблю. С любовью. Ваша Каролина. Будьте уравновешены.